Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 645. Событие дня. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать за 18 сентября 2017 года. Накануне поступил звонок из села Корчене, там сельсовет, который находится от нас за 15 километров. Не могу направить голос. Господи, помоги. Что там наш брат Павел, у него сломаны 4 ребра, и он не может выкопать картошку. И просил помочь. Может быть, тот парень, которому продал дом Никита. А Никита пасет днями целыми. Вчера его была очередь. А метеосводка показывает, что всю неделю будут дожди. Я говорю, нет, ждать не надо. Завтра может быть еще больше дождя. Нужно ехать. А кто повезет, определенно. Того нету, другой уехал. Все, к Роману Малышеву. А Роман, ни слова не говоря, запрягает свою лошадь. Имею в виду машину, заправляет, поехали. Ну, кому ехать-то остался я, Володя и Сергей Игнетов. Ну, сказали нашей сестре Валентине Тихоновне, которая передавала, что Павел нуждается в помощи. Ну, раз нуждается, вопросов нету. Она говорит, да тучи вон идут. Э, нет, я ей тогда привожу на память такое выражение. Ихлисиаста 114. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. То есть, семена утащат далеко. И кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, не копать картошку. А ты на облака смотришь. Ну, улыбнулась, все согласно. Берем свои виллы. Пару вилл специально для копки картофеля у меня есть. Ни у кого больше таких нету. А может быть и есть, я не видел. Дальше ведро хотя бы. Мешки. Потому что не знаем, что у него там есть. Ну, что-то с собой взять, поесть, попить. Я беру палатку, будем вместе с четок. В огороде пообедаем, чтобы в комнату не заходить. Нам некогда. Ну, и поехали. Роман едет так быстро, что сестра потом и скажет. Я так боялась, что перевернемся. Ехали по дамбе обратно. Уже дождик прошел. Машину развернуло перпендикулярно. На дамбе. Ну, прям на волосок от того, чтобы не свалиться в воду. Ну, как бы лихач. Ну, хорошо ведет машину. И туда, и сюда благополучно. Пришли. Он встречает брат. Начинает что-то говорить. Не надо ничего говорить. Скорее показывай, где копать. Нам нужно скорее, пока тучи не накрыли. Тут надо уже. Ну, пошел. А у него стоит улица, дом. А дальше внизу речка. И к речке огород. На склоне. Ну, получается склон. А дальше склона нет. Вот на этом месте, до речки, которая идет, склона нет. Почти нет. Там у него картофель. Растет. Разбита на несколько частей огород. Кукуруза и тыква. Я думаю, картошка очень хорошая. Ботва большая. Ну, и скорее копать. Помолились и за работу. И действительно. Его картошка чище нашей намного. Крупнее нашей намного. И в лунке больше нашего. Почему? Земля. Земля там такая плодородная. Кроме того, видим, шланг лежит. Воду, видимо, из реки качает. Все у него. И тыквы лучше нашей. А кукурузы у нас вообще нет. Ну, ладно. Вначале скорее копать. Я по контуру пошел. Весь огород люблю, чтобы оконтурить. И видно. Ну, то придет, то уйдет. Нам некогда говорить. Начали. И мы меньше, чем за три часа все закончили. А возить-то теперь, носить-то это огород, длина какая, да по склону теперь к дому. Дом-то на вершине, там стоит-то. Ну, он привез такую на одном колесе. Ну, как сказать, коляской или как там назвать. Тачкой. Вот. И трава по траве. Я тяпкой траву, которую он скосил, стащил. До всей дорожки в сторону. Веревку привязал. Вот вдвоем один веревку тащит. А второй сзади подталкивает, руководит, за ручки держит. Этой тачки-то. Ну, так и получилось. А тут дождь начался. И так и не вывезли все. И тогда жена там или кто-то, сожительница на улице сидела на летнюю кухню. Все свалили, мокрой картошкой. Ну, просушить там уже можно. И мелкую всю собрали. И быстро-быстро на машину, чтобы дорогу-то она мне размыла. Поехали. Я пока там что взял, наломал себе на дорогу кукурузы. Ну, и говорю, мы тут кукурузы взяли-то с собой-то. Еще нет-нет, ничего, не все. Ну, ладно. Там немножко у него и было, два ряда. Ну, и поехали назад дорогой. Все-таки проехали второй мостик, первый. Там Никита пас коров. Мы немножко остановились. Мы все это снимали. Но перед отъездом эта женщина настаивала, чтобы я с ней поговорил. Ну, я поговорил. Поговорил. Это все будет в ролике, можно будет увидеть. Ну, днем мне мысль пришла еще раньше, 21-го, то есть в среду на этой неделе. Рождество при Святой Богородице. Так называется праздник. И в этот день, ну, именно-то на другой день и Акима Иоанна. День рождения отца Акима. Я говорю, давайте это отметим молебном. Соберемся. Поблагодарим Бога. Сначала поехал к Акиму и Акиму и договорился, что после литургии на костер заранее мы печем картошки. Ну, все как надо, на два часа дня. Но пошел Кадак Лени Барабаш. Она говорит, большой дождь в этот день. Сводка такая будет. Ну, пришлось план менять. Прямо после литургии сразу. Поехал по всей деревне, всем сказал, кто еще может приготовить. Вот это... Ну, кого 10 домов-то? Тут легко так все это было, и все так радостно. И там-то мы сделали, и проехали благополучно-то, и тут приготавливаемся. Ну, замечательно. Побыл у батюшки, у него там что-то крысы обижают. А утром, перед тем, как ехать, у нас еще Андатра попалась, ураган удали, это тоже засняли. А нужно ли это снимать? Сергей Грета спрашивает. Торопимся мы. Нужны уникальные кадры. Какой ураган, это с которым мы ездили на миссии. Осторожнее, рванет, отскочит, это самые ценные собаки. Они остаются целыми всегда. И в то же время сделают, что надо. И тигры, и медведи могут посадить, дождаться хозяина. Вот так. Моя задача каждый день делать прогулку с ураганом, все успеть сделать, голубям надавать, все как надо. Это все входит в события дня. День, простые, понятные события дня. Ну а с утра, как всегда, пораньше. Я встаю до 4.40, потом 4.40, Никита звонит. Я уже в интернете. Я уже в интернете. Вот все записываю, даю ответы. И вот такой наполненный день. Это один день. Это один день. Теперь покажу я вам сейчас наши ресурсы. Запомните 11.4. Экклесиас. Экклесиас – это проповедник. То есть Соломон, автор. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Не наблюдай. Сегодня одни учения, завтра другие. Ветер учения дует. А ты работай, ты благовестуй. Кто смотрит на облака, тому не жать. То есть потемнение политической обстановки может быть на облака. Не смотри, тому не жать. Ты работай. И все сделали. Проехали туда сухо, оттуда искорченные выехали. Почти не размокшие. Так чуть-чуть сбрызнулось. Вот и все. Показать наши ресурсы. Вот. Это то, что перенесли. Три, четыре, пять. Вот уже пять роликов перенесено в мой мир. Вот мой мир. Я в шапке сижу. Тут можно переписываться. Очень богатый. Вот у нас фотографии. Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь. Видео семь тысяч шестьдесят семь. Музыка тут сто шестьдесят четыре. Группа три. Друзей четыре тысячи триста девяносто семь. Ну, богатый материал здесь. Очень много. По плейлистам разложено все. Вот. Ну и форум наш. Форум большой. Две тысяча семьсот восемьдесят первый день. Тысячу шестьсот тем. Надо посмотреть, сколько вчера было посетителей. Вот вчера. Сейчас мы. Двести семьдесят пять. Позавчера двести семьдесят. Интересно. Вот прямо. И никаких разговоров нет. Ничего. Вчера смотрел про кукурузу и пшеницу в Википедии. Двадцать две целых пять десятых центера. Средняя мировая. Это пшеница. А кукуруза там сорок даже. То есть ее выгодно держать. Кукурузу. Вот так. И наш видеоканал. Можно даже обновить немножко. Семь тысяч семьсот шестьдесят четыре подписчика. Семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьдесят шесть просмотров. Вот. Он поставил десять роликов. Вот Сергей Игнатов приехал. Двадцать шесть посещений. Завтрак. Двадцать восемь. Самое малое посещение. Стето Ян Златоуст. Три. Тут только два. Вот тут вопросы разрешились. Чисто. Все. И наш. Православный библейский сайт. По свете Библии. Здесь книги. Все абсолютно есть. Сейчас девятый пункт. Рассматриваем о войне. Вопросы и ответы. На войне можем мы рассмотреть хотя бы один вопрос. Вопрос 2122. Восьмой том. Открытым оком. Если Господь в Евангелии дает повеление не убивать, спрятать мечи и любить врагов, то почему жития прославляют воинов-христиан, что более, безусловно, является примером для подражания, чем кроткий Христос? Ответ. Потому что попы научили, и эти мнимо верующие шли на службу императорам-гонителям. Лишь бы жертву идолам не приносить, а служить кровавому режиму и быть в его армии, это считалось нормальным явлением. Христово учение об отношении к врагам было недоступно пониманию. Носили кресты на себе, потом на знаменах, и также убивали того, на кого покажет монарший жезл. Уходили белые из России, еще с собой разные святыни брали, еще надеялись, но приговор уже вступил в силу. И будет их преследовать гнев Божий. Надеялись вернуться победителями. Разве никто не мог сопоставить происшедшее с подобным из жития и жизни Давида и сказать так же? 22 Царств 15, 25. Возврати ковщик Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. Хвалились своей одегитрией и всегда подтверждали, что заседание было в ее присутствии. И сколько же было там того, в чем потом приходилось горько раскаиваться. И никакое присутствие не поможет нам, если мы не отречемся от самих себя и не дадим место Духу Божию действовать в нас через Слово Его. Агапит-исповедник, 18 февраля, кавычки. Император Ликении, узнав о том, что преподобный Агапит обладает большою телесной силой, повелел взять его из обители и против его воли определил число своих воинов. Исполняя обязанности военной службы, преподобный не оставлял и иноченских подвигов. Благословение матери, отца, хотя и не гарантия успеха, но путешествие маящит до конца, при встрече губы наполняет смехом. Но есть благословение вопреки тому, что Югова изрекает. Пересыхают разом родники, хотя же стекулирует епископа руками. Бог проклинает их благословение. Бог раздирает сшитое наружу. И волчьевой все храмовое пение. В июле леденит крещенской стужей. Желание добра, сопутствующих средств для достижения желаемого счастья. Благословение облегчит тяжкий крест, что одному поделится на счастье. Незримые включаются микробы. И делятся, и телятся скотинка. Медяшки ржавые вдруг злато высшие пробы. А оратор стоит слух заика без запинки. И дождь с росой нисходит благодатно. От гусеницы саранчи спасаясь. Тут члеет злак. И вовремя зарплата. Могущественным львом стал косоглазый заяц. Не дай нам, Бог, утери испытать и более всего благословение. Пожар, война и гость незваный тать. По сущим пустякам единства нет, а мнение. Проклятие матери внезапно разрушает уже построенный дворец до основания. Вся сила, красота уходит и ветшают. Не впрок гимнастика и лучшее питание. Благословляйте даже и врагов. Они особенно нуждаются в заботе. Ни звука вопреки библейских слов. Путь совершенства. Ангела во плоти. Ну на этом все сегодня.